Добрый день. Сегодня мы с вами начинаем блок математической модели гидроэнергетики. Презентация первая называется «Расчет за елене водохранилищ» на примере Нурекской ГЭС. Основным инструментом в математических моделях, который позволяет оптимизировать работу гидроэнергетики или имитационные модели, которые нацелены на получение каких-то конкретных результатов, они в качестве основного инструмента используют водохранилище. Для этого нам нужно знать ботографические параметры водохранилища, не только его объем, площадь, глубины и так далее, но и зависимости напора от объема или, наоборот, объема от напора. Сегодня мы будем рассматривать такую модель определения ботографических характеристик водохранилищ на примере Нурекского водохранилища. Вот на этом слайде показаны его основные параметры. Это очень крупное водохранилище, полным объемом 10 кубических километров, полезно почти 5 кубических километров, которые имеют длину 70 километров. И это водохранилище уже давно работает. Первый раз оно было наполнено в 1983 году. Как правило, ботографические характеристики водохранилища определяются прямыми замерами, натурными исследованиями. С использованием плавсредств развиваются створы по всему водохранилищу. В каждом створе через определенные промежутки делаются замеры глубин, строятся профили, и по этим профилям строится вся форма водохранилища, определяются ее характеристики. Видно, что вот эта синяя кривая – это проектная кривая заеления водохранилища. Видно, что предусмотрено с начала 1978 года до 2000 года у нас будет непрерывное уменьшение объема водохранилища. И это, в общем-то, понятно. Водохранилище уменьшается, так как наносы откладываются на его дне. Но вот кривая фактических замеров, красная кривая, показанная этой кривой, она несколько, в общем-то, необъяснима. Получается, что сначала, в общем-то, заеление шло практически параллельно. Проект, ну, все понятно. А дальше каким-то образом объем водохранилища восстановился. В общем-то, это можно было бы отнести к тому, что какая-то переработка берегов происходит, и, в общем-то, у нас ширина водохранилища увеличивается. Таким образом, это могло бы объяснить это. Но, в общем-то, ситуация несколько другая. Вот здесь пока полезный объем, но и полный объем тоже, если его, в общем-то, по натурным данным построить, получается, он тоже восстанавливается. Это может говорить только об одном, что эти замеры натурные, они ненадежны. И это, в общем-то, вполне объяснимо. Достаточно вспомнить, что все эти годы у нас, в общем-то, в республике Таджикистан отсутствовали необходимые средства. Вот те противоречия, те невязки, которые получены в предыдущем слайде, показывают, что необходим какой-то другой метод определения ботикографических характеристик водохранилища. И, в общем-то, его не надо долго искать. Дело в том, что любая ГЭС, в том числе и Нурекская, это не только станция, которая вырабатывает электроэнергию, но это инструмент замера всех параметров, которые нам необходимы. Ежесуточно на ГЭС фиксируется расход воды, пропускаемой через турбины ГЭС, ну и холостые водосбросы через гидроузел, приток воды к водохранилищу, отметка верхнего объекта водохранилища. Все это дает возможность получить необходимую для нас расчетную кривую отметка водохранилища как функция его объема. Такой алгоритм расчета представлен на этом слайде. Для его выполнения мы должны выбрать базовую точку, которая, в общем-то, лучше всего выбирается как максимальный объем водохранилища с максимальной отметкой, то есть нормальным подпорным горизонтом. Остальные точки кривой после этого получаются по уравнению, где объем следующего этапа равен объем предыдущего этапа плюс объем аккумуляции. Объем аккумуляции может, естественно, быть как положительным, так и отрицательным. И он, в общем-то, представляет из себя разницу между притоком и всеми, в общем-то, оттоками из водохранилища. Единственное, что не измеряется на ГЭС, это испарение. Поэтому испарение вводилось в наш расчет по прямым фактическим наблюдениям, вот по этой формуле, приведенном на этом слайде, как толщина слоя испарения умноженной на площадь водохранилища. Опытные значения этих коэффициентов, полученные непосредственно на Нуральском водохранилище, приведены вот в этой таблице. Вот по результатам расчета в полуалгоритме, который был показан на предыдущем слайде, на этом графике показана уже непосредственно полученная расчетная кривая, необходимая нам для всех дальнейших наших исследований. Видно, что она, в общем-то, очень хорошо совпадает как при расчете для суточных значений, так и среднемесячных значений. И в отличие от натурных наблюдений, которые привели к тем необъяснимым результатам, которые мы получили, она вполне логична. И в дальнейшем она может использоваться для непосредственной работы без всяких трудозатрат, необходимых для натурной исследования. Субтитры создавал DimaTorzok